привет привет ребятушки мои ну что изменение обновлений 8.18 сейчас мы с вами будем наблюдать напоминаю что завтра послезавтра крайний срок начнет первое видео моем путешествие мадрид выходить ну а пока немножко вам зачитаю то что здесь произошло 818 не тот патч на котором будет играть чемпионат мира играться чемпионат мира будет на патче 8.19 так что это маленькая такой оперативчик оперативчик отрокс отрокс был здесь немножко изменил давайте смотреть на лечение пассивного эффекта вражеского чемпиона от вражеского чемпиона на ешке у него было увеличено но правда если эту штуку замаксить губитель мира это его эрочка была тоже усилена это все были скейлы усилены 30 процентов и 30 процентов отрокс в салуку не так хорошо себя чувствует у него в районе 47 процентов винрейта на высоком айла конечно повыше но чем ниже элла тем ниже его винрейт и поэтому риута решили его немножко усилить правда таким образом еще больше его загнали в баны перед чемпионатом мира я не знаю как они собираются бороться с этим чемпионом что касается аккали который тоже не выходит из банов а если выходит то попадает сразу в руки lcs игроков то вы видите что у нее базовый урон на эрке был понижен что на первом уровне что на последнем на двадцатку в начале и на 40 в конце если двадцатка еще хоть как-то влияет на игру то эти 40 в конце не так уж и сильно влияет учитывая что прирост от ability power они не уменьшали сама аккали будет уже full build к тому моменту 16 левел 40 разницы урода она конечно почувствует но не так уж это будет страшно как могло бы быть браум тот самый чемпион который сейчас чуть ли не перма пик перма бан особенно если алистар на той стороне как контрпик нему учитывая что там кейнч чемпион который уничтожал браума и на линии и потом в медгейме был занерфлен риута решили в ответку занерфить теперь уже и браума базовое здоровье ему понизили на 36 единиц это очень много на самом деле это читайте половину дарана отрезали у него в начале читайте у него нет одного уса он теперь не усатый а ус от глупая шутка кайса кайса тот самый чемпион который не так часто все же берется на lc если берется то только в комбинации с тем же самым шеном алистаром и браум вот который здесь сейчас был на едкая плазма это ее пассивное умение теперь будет наносить постоянно от недостающего ура от не стоит недостающего здоровья 15 процентов раньше он скеллился от 15 до 20 процентов тем самым придавая ей больше силы в лейт-гейме особенно больше силы если вы играли в ability power кайсу так что ад кайса почти не потеряла ничего а вот а п кайса сильно потерял потому что там был еще скейл довольно неплохой в общем 5 процентов от недостающего здоровья человека он больше снимать не будет люциан не знаю почему риоты вспомнили о нем но дополнительную силу атаки в процентном отношении они решили добавить на кушке причем только 20 процентов и только если замакшена будет эта кушка чего конечно мы нередко видим на линиях но все равно люциан то не тот чемпион который собирает себе там под 300 с плюсом а д он скорее он хит эффекты себе берет и криты и скорость атаки конечно же тоже так что он почти не почувствует этот прирост хотя кто не знает люциан является уже прямой контроль кайсе на линии и может быть это как-то взаимосвязано ринектон ринектуанус чемпион которым не всегда нравился но я еще не могу сесть и начать играть на крокодиле гения внутри вот опять мне говорят иди играй реши руби так слышен дэш по-английски кстати у нас музыка играет на фоне хронокросс и там есть главный персонаж у которого ульте ульта тоже называется слышен дэш правда здесь не ульта просто ешка я всегда думал что ринектон использующий кстати тоже самое оружие что главный персонаж игры search там его зовут что они это взаимосвязано как-то возможно это правда возможно это просто мои домыслы так вот его ешка урон усилен был на 10 и в начале и в конце а уменьшение брони было увеличено самом начале игры в конце те же самые 35 процентов а вот в конце когда ты про и проешиваешься по врагу туда-обратно ты сражаешься теперь уже 25 процентов а в конце те же самые 35 так что это будет ощутимый прирост особенно когда он стоит против брузеров либо танков на топ-лейне кто не знает танки как раз таки сейчас самые популярные топ-лейнеры либо маги но маги рингтона не помеха а вот и маг а райс который иногда появляется на топ-лейне но все чаще мы его видим на миде руническая тюрьма его к run prison w она была ослаблена на полсекунды меньше в тюрьме будут сидеть враги а это очень сильно повлиять теперь на райза и не знаю будет ли он вообще на чемпионате мира из-за этого играться дело в том что эти две секунды без мерок без ботинок на снижение на увеличение точнее стойкости на так лучше будет говорить две секунды было круто если ты брал ботинки на стойкость мерки ты всего лишь находился в тюрьме минуту ой секунду и две десятых потому что 40 процентов и получалось что тоже не успевал убежать а теперь ты будешь находиться меньше секунды и даже на фулл прокаст райза анимационно он может не успеть даст по тебе w но не успеет дать ешкукушку и соответственно комбинация провалиться и вполне реально что даже ксс и против райза больше не нужны седжуане но это ожидаемо было она продолжает быть королевой леса перед чемпионатом мира решили это исправить и продолжительность замедления от ее эрки уменьшились трех секунд 1 то есть если она не попадает своего льто считаете она ничего не делает потому что не успеет даже за эту секунду не до куда добраться замедление накидывается всего лишь на одну секунду на врагов а раньше на 3 вечная межзлата это я ешка чуть понижен урон это не особо важно учитывая что там главное процентный прирост от ее ешки от здоровья которое она набирает а здоровье у него будет навалом так что там урон останется прилично то что здесь 10 сняли это копейки вы даже не почувствуете все но там но будете не 270 начале игры наносить а 260 вообще не ощутимо трендал как прямая контракт как раз той самой седжуане продышенные олафа прямо контрит был тоже немножко исправлен давайте смотреть на ледяной его столбец это ешка который мы иногда называем кубком перезарядка теперь была увеличена на две секунды в начале игры учитывая что он ее не максит это как раз таки повлияет на две секунды реже он сможет ее кидать пока не выйдет на 18 уровень и процентное замедление теперь очень ослаблено было 30 процентов раньше замедления по врагу теперь всего лишь 15 правда в лейтгейме 55 нам дали вместо 50 если честно лучше бы они оставили как было ну если вы хотите чтобы трендал еще игрался а так это опять взаимосвязанные вещи два сразу противоположных чемпиона убивают убивает седжуане убивает прямую контракт седжуане посмотрим как это будет дальше играться в лиге легенд я думали син кстати и лиза они могут вернуться а почему нет вы не вы знаете очень тяжело ей на линии себя чувствовать и поэтому ей кувырок который как раз таки очень часто максит вторым заклинанием а некоторых даже первым заклинанием его максит был понижен кул даун 6 секунд до 4 это уже в начале игры будет ощутимо но правда на максимальном замакшиваниями кушки все но будет две секунды там и там так что если вы макс или пассивку вы значит поступали правильно кандем максит не нужно вообще взяли его на один уровень и этого достаточно то есть уже защитное заклинание в некоторым роте конечно его можно использовать как атакующий но только если стенка где-нибудь поблизости к врагу есть а кувырок вы берете на первом уровне и каждые 4 секунды можете уворачиваться от разных заклинаний которые вас летят тот же самый с больше не будет так сильно ее мучить на линии виктор чемпион про которого все забыли все наверное кроме крауна и для корейцев это будет приятно потому что корейцы в общем-то единственное кто его обожает играть китайцы его никогда не играли европейцы американцы какие-то там игроки поигрывали его но это все так случайно появился случайно пропал а вот корейцы любит любят все наверно кроме фейкера играть этого чемпиона и великая его эволюция пассивное умение усиливающее его предметы стоимость теперь будет на соточку ниже первый заряд а второй заряд на соточку выше то есть первый заряд гораздо дешевле сделаете но зато по суммарной стоимости все но будет та же самая цена не знаю как это повлияет на игру думаю вообще никак если честно барею там просто делать нефиг решили виктора показать нам мол вспоминайте это чемпион еще существует и вот интересное изменение которое давным давно уже мне кажется должно было появиться автоматический выбор кары смайт берется теперь автоматически если вы выпали на роль леса очень много игроков попадает конечно же на автофил лес некоторые игроки просто решает потроллить и вы не сможете троллить отныне чтобы вы не сделали при загрузке в игру вы окажетесь со смайт том но я так понимаю он будет приоритете выбирать какие-то показатели то есть он не будет заменять ваш флэш на смайт а если у вас было играет с флэшом он заменит игнает на смайт хотя не знаю как это будет работать но так или иначе это надо смотреть но спасибо рио там соло кушное такое дополнение для лесника приятно я кстати сам тоже пару раз забывал смайт оказавшись в лесу и горько об этом потом пожалел значки на миникарте более масштабно теперь будет выглядеть возрадуйтесь игроки с 4к мониторами а у нас есть такие интересные вообще наверное есть ошибки мне никогда было не интересно или вот все но одни ошибки исправляют другие добавляют как бы это все глупости ну а вот что еще у нас будет завтра как раз у нас будет 12 число выходит новое игровой режим одиссея извлечения так она называется и суть его будет в том что вы будете играть за разных чемпионов которые там вот есть в этом режиме их там 6 и будете играть в общем-то пве player versus электронику да или и кстати не значит кое в общем вы должны будете играть против компьютера вместе со своими друзьями проходить разные квестики выполнять их зарабатывать очки потом эти снова проходить его и спасать таким образом зикса краткое описание можете прочитать его оставлю в описании стрима я конечно же еще и сам поиграю и расскажу в отдельном видео по этому режиму что да как но и образы образы как раз касается вот этих шести чемпионов которые будут в этом режиме кайн одиссея я свои задиссея джинкс из одиссея сона из одиссея малфит и зикс мне больше всего если честно понравилось джинкса уж очень красочно она сделана правда есть маленькие проблемы она здесь инвалид а как видите у нее нет одной руки заместо нее кибернетический протез но бывает и такое инвалидом у нас почет особенно если они в космосе глубокой глубокой галактики такие дела ребят 8 18 уже завтра выйдет напоминаю еще раз что ролики по мадриду тоже уже делаются вовсю делаются поверьте мне вас ждет просто что-то грандиозное ну по крайней мере я на это рассчитываю давайте всем пока всем счастливо увидимся уже совсем скоро в прямом эфире